Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Накануне Центральная избирательная комиссия России завершила прием подписных листов в поддержку подвижения кандидатов на должность президента Российской Федерации. И также на этой неделе многофункциональные центры начали принимать заявления от граждан, которые не смогут проголосовать по месту регистрации. И вот такой определенный рубеж пройден в кампании по выборам президента Российской Федерации. Вот сегодня об этом будем беседовать с председателем Краевой избирательной комиссии Алексеем Подушкиным Алексеем Георгиевичем. Здравствуйте! Добрый день, Ян. Добрый день, уважаемые телезрители. Начнем все-таки с многофункциональных центров, которые начали принимать заявления от граждан, которые не смогут проголосовать там, где они зарегистрированы. Раньше нужно было брать открепительное удостоверение. Как теперь выглядит весь этот процесс для тех, кто не сможет быть по месту жительства? Да, как вы правильно заметили, действительно, раньше для того, чтобы проголосовать на выборах, если избиратель на выборах президента уезжал куда-то и не смог принять участие по месту своей регистрации, он брал открепительное удостоверение. Для этого ему необходимо было прийти именно на свой избирательный участок. Понятно, что обстоятельства в жизни бывают разные. Кто-то уезжает и узнал об этом, и было очень мало времени, чтобы зайти на свой избирательный участок. В настоящее время для избирателя гораздо проще это реализовать, поскольку у нас есть новый порядок голосования по месту нахождения, который не предполагает открепительное удостоверение, а предполагает написание заявления. Как вы правильно заметили, его можно написать в многофункциональном центре, обратившись туда с 31 января. А также, я хотел бы подчеркнуть, это можно сделать еще и в территориальной избирательной комиссии, либо на портале госуслуги. Именно в этих трех местах можно написать заявление. Его нужно написать до 12 марта. указать, где избиратель будет 18 марта и где бы он хотел проголосовать. И у него не будет проблем с тем, чтобы он в любом другом субъекте или в субъекте, в котором он проживает, просто, может быть, в другом населенном пункте, пришел на избирательный участок и проголосовал. Хочу еще уточнить. Вот, допустим, человек, бывает прописан в Ачинске, а живет в Красноярске. И уже давно живет. В принципе, это не запрещено, но ему нужно в Ачинск ехать, в МФЦ, или он может подойти в Красноярске, здесь многофункциональный центр, и также подать заявление, никуда на родину ехать не надо. Вы правы, никуда на родину ехать не надо. Можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию на территории Российской Федерации, где угодно бы он ни находился. Если он уже уехал в командировку по месту отдыха, учебы, и находится сейчас там, он может обратиться именно в ту территориальную комиссию, в многофункциональный центр, который там расположен. Ну, и воспользовавшись порталом госуслуг, он это может сделать, не выходя из дома, либо на своем телефоне, гаджете, если там есть приложение госуслуги, либо на сайте портали госуслуг. Там есть специальная функция написания заявления, указать тот участок, на котором он хотел бы проголосовать. Только и всего. Единственное, что это надо сделать до 12 марта этого года. И также с 25 февраля появится возможность это заявление написать, также до 12 марта, в любой участковой избирательной комиссии на территории Российской Федерации, точно так же, абсолютно любой. Дело в том, что есть люди, которые не могут выйти из дома и обратиться в МФЦ, и не всегда у них есть возможность или регистрация на портале госуслуг. Но при этом человек хочет проголосовать, при этом он находится не по месту регистрации. Какая здесь будет помощь оказана таким людям? Такой гражданин, избиратель, может обратиться в любую территориальную или участковую комиссию, в том числе по телефону. Позвонить, да? Да, он может эту информацию передать через социального работника. К такому гражданину выйдет представитель, член участковой избирательной комиссии, и сможет принять это заявление у него на дому. Вот в случае болезни, инвалидности. И таким образом этот избиратель сможет проголосовать потом по месту нахождения. Также член участковой комиссии сможет у него принять заявление и по непосредственно голосованию на дому, поскольку эти категории граждан имеют возможность проголосовать на дому. А это нужно обязательно такое заявление подавать? Если ты хочешь дома проголосовать, ты не имеешь возможности, ты просто хочешь, чтобы к тебе пришли, потому что ты не можешь уйти из дома. Это обязательно нужно подавать такое заявление? Или уже есть списки таких людей, кто уже голосовал таким образом? Мы предварительные списки готовим, в том числе и с Министерством социальной защиты нам в этом безусловно помогает. Но в первую очередь должна быть инициатива вместе с тем от избирателя. Если такой инициативы нет, мы навязывать никому голосование безусловно не можем. И еще один нюанс я хотел бы просто о нем сказать, что вот я говорю про сроки с 31 января до 12 марта, но если вдруг человек по какой-то причине узнал о своем отъезде, ну вот уже буквально накануне выборов, там 13-го, 14-го марта, 17-го марта, то вот уже в этот период избиратель тоже сможет подать заявление, но уже в свою избирательную, участковую избирательную комиссию. Это называется подача специального заявления. Там на это заявление ему наклеят марку, которая будет содержать, там специальный деликвизионный номер уникальный, чтобы по нему потом, по этому заявлению проголосовать 18-го марта по фактическому месту нахождения. Приняты все усилия, чтобы это было как удобно избирателю, так чтобы это и было безопасно с точки зрения каких-то нарушений, фальсификаций, чтобы избиратель не смог проголосовать. Да, два раза. Поэтому, ну, на мой взгляд, эта процедура более удобна, чем открепительное удостоверение, и, надеюсь, она себя хорошо зарекомендует на выборах президента Российской Федерации. Еще одна часть. Центральная избирательная комиссия накануне вечером завершила прием подписных листов поддержки в движении кандидатов на должность президента Российской Федерации. То есть, по сути дела, претенденты в кандидаты уже известны, и даже известны некоторые кандидаты в президенты. Сколько сейчас человек в списке? В настоящий момент у нас есть восемь кандидатов, два из которых зарегистрированы, четыре документы на регистрацию подали ранее, и два кандидата подали документы на регистрацию, но включая подписные листы вчера. Всего восемь? Да, всего в настоящий момент. И больше уже не будет? Ну, к сожалению, да, кандидатов было гораздо большее количество. Желающих, скажем так. Желающих, да. Но не все из них все-таки смогли набрать то количество подписных листов, собрать количество подписей в свою поддержку. Хотя с двух миллионов закон снизил количество подписей для самого движенцев до трехсот тысяч, а для тех кандидатов, которые выдвинуты от политических партий, до ста. Не представлено в парламенте мы это еще почитаем. Конечно, конечно, не представлено в парламенте. Но даже сто тысяч для многих стало, ну вот, по той или иной причине они не смогли представить эти документы. И лишь восемь кандидатов сейчас претендуют на то, чтобы быть зарегистрированными. Два, ну точнее, два из них уже зарегистрированы, и шесть еще только претендуют на то, чтобы... Кто сейчас в списке? В настоящий момент два зарегистрированных кандидата – это Жириновский и Грудинин. А четыре кандидата документы подали на регистрацию ранее – это Владимир Путин, Григорий Явлинский, Титов и Бабурин. И два кандидата вчера подали – Собчак и Сурайкин – документы. Таким образом, вот их восемь человек. Шесть по судьбе шести из них. Вопрос будет решен в течение десяти дней. Именно это время есть у Центральной избирательной комиссии, чтобы проверить все документы, проверить с данными подписи и вынести решение, кто будет зарегистрирован, а кто нет. Поэтому более восьми кандидатов не будет. Может быть, будет их чуть меньше. Но это посмотрим. Это будет, это уже решать, будет избирательная комиссия на основе проверки тех, которые кандидаты подали. То есть, если я правильно понимаю, окончательный список кандидатов президента Российской Федерации мы узнаем после 10 февраля. Вы абсолютно правы. В ходе кампании, конечно, у кандидата есть право точно так же написать заявление и прекратить участвовать в избирательной кампании по выборам президента. Это право у кандидатов не отнимают. Но в настоящее время восемь кандидатов. Как вообще сейчас оцениваете ход кампании? Были ли какие-то нарушения, допустим, при тех же сборах подписей? К нам такая информация не поступала по сбору подписей. У нас распространялись агитационные материалы без выходных данных. И избирательной комиссии Красноярского края пришлось рассматривать жалобы на них. Мы приняли решение о пресечении этих незаконных агитационных материалов. Но это, пожалуй, вот такое, что я могу отметить. Поэтому пока кампания в крае проходит достаточно ровно, без каких-то таких громких, я бы так сказал, скандалов. Ну, наверное, это просто характеристика того этапа еще раннего. Потому что, я думаю... Мы еще не подошли к периоду агитации. Да, мы не подошли к периоду агитации, в том числе в средствах массовой информации. Хотя кандидаты выдвинутые, они уже имеют право агитировать, в том числе за себя. Но важный аспект, что любая агитация, любые материалы, выпущенные кандидатам, должны быть обязательно оплачены с избирательного фонда кандидата. Это основное условие проведения агитационной кампании. Когда начнется уже агитация в СМИ? Агитация в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования. То есть 17 февраля мы увидим уже на телеэкранах как федеральных, так и региональных ролики, и дебаты с кандидатами. Поэтому... То есть осталось совсем много времени? Компания очень стремительно происходит, на самом деле, достаточно быстро это все. Вот еще недавно буквально мы с вами встречались и говорили о том, что 18 декабря стартует избирательная кампания, но вот сегодня мы уже находимся в той точке, когда уже имеем возможность сказать о количестве кандидатов. Кто все-таки имеет право, скажем так, вести агитацию от кандидатов? Потому что мы прекрасно понимаем, что кандидаты находятся в столице. Если даже они будут выбираться в регион, они будут выбираться на какой-то совершенно короткий период, и представлять, скорее всего, в регионе будут какие-то доверенные лица. Кто имеет право? Кандидаты формируют в регионах штабы, безусловно, в которых будут агитаторы, которые будут вести агитацию. Но с точки зрения официального представления кандидатов, в средствах массовой информации, в том числе в региональных, кандидатам дано право сформировать группу доверенных лиц до 600 человек. Политические партии имеют возможность дополнительно 100 доверенных лиц... Это на всю Россию, на всю страну, да. ...на всю территорию Российской Федерации. И они будут иметь также право от имени кандидата вести агитацию в поддержку данного кандидата. Спасибо большое, что были сегодня у нас в гостях. Я надеюсь, мы скоро встретимся с вами уже в начале агитационного периода, когда начнется агитация в СМИ. Там нужно будет еще дополнительные разъяснения. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо вам, Ян. Алексей Подушкин, председатель Краевой избирательной комиссии, сегодня был моим гостем. Итак, избирательная кампания по выборам президента Российской Федерации продолжается. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова